Приветствую вас на подкасте Владимира Нойкова из Праги. Здесь я буду общаться с интересными людьми о жизни за границей, переезде, путешествиях и о простом человеческом счастье. Машина времени и такое путешествие по всему миру, буквально не выходя из-за стола. Вы максимум здесь на два месяца с таким предложением. Фингерс-крост. Самое лучшее пиво чешское. Это действительно чешское. Бардо доброе пиво. У тебя всегда было свидание тет-а-тет, а тут внезапно тройничок. Мы приехали в чужую страну и начали заниматься абсолютно неочевидным бизнесом, который имеется в виду, что приехать и начать здесь делать пиво, ну, всё, вы эту историю знаете, сами понимаете. Когда мы открыли магазин, пивотеку, вот те люди, у которых были магазины на улице, на этой же, не знаю, разной вечерке, там какой-то магазин с тонерами, ещё что-то, они пришли посмотреть, кто эти люди, кто снял это помещение. Они такие шли посмотреть, типа, это же такое дорогое помещение, кто же его снял. И увидели, что мы там пиво продаём за 90 крон, за 100 крон 0,3. Они посмотрели, сказали, мы совсем пёкнулись. Да, это было апрель, а в июне эти же люди приходили и говорили, ребята, у вас всё нормально, вы, типа, останетесь здесь. Я говорю, ну, купите ещё бутылочку, и мы останемся, и мы останемся. Да, я вот про это и говорю, что вы приехали, не имея, в принципе, какой-то бэкграунда, что вы там в России мечтали открыть, там не получалось, там нет рынка, и вы приехали здесь делать. Нет, вы приехали на ноль, с нуля, открыли, сделали, и, ну, сейчас сидите такие, знаете, скромные, такие, ну, там вот пиво фарш сами сварили руками. Просто для вас, возможно, так как вы в этом находитесь, то, что вы делаете, это такое, ну, окей. Паши всплакиваешь и всё. Со стороны, когда это всё слушаешь, и говорю, у этих людей вообще, ну, то есть, вы фанаты своего дела, и вы живёте, ну, знаешь, как нету такого, типа, надо найти баланс между работой и не работой, да, вот этот вот. Вот этот вот. Мне кажется, что люди, когда чего-то добиваются, у них нету вот этого баланса, ну, то есть, это какая-то мистика, то есть, вы просто делаете то дело, там, надо в 8 вечера, там, открыл ноутбук по делу, да, там, пришли, пришёл заказ, нужно там оформить, то есть, нету такого разграничения, вот, я до 6, там, я в Бергике, и потом я этим не занимаюсь. Ну, я думаю, что если, вообще, у кого-то есть бизнес, у него нет разграничения, баланс, значит, работа, не работа. Это лач-станк. Ну, то есть, ты живёшь в жизни, да? Это у наёмного сотрудника, значит, у меня звоночек в 5 вечера, у меня баланс, мне надо в теннис пойти там поиграть, и, не знаю, жену пойти целовать. А здесь ты всё время, как бы, on call. То есть, у тебя всё время есть какие-то вопросы, которые нужно порешать, или идеи, которые нужно реализовать. Это зависит очень сильно от, вообще, взгляда на жизнь. То есть, когда ты делаешь, когда, например, я или Руслан, когда я делаю что-то, что мне интересно, я это делаю, находясь... И в свободное время. Да, я в свободное время это делаю. Мне это интересно, мне это нравится. А если мне это не нравится, я это не делаю. Вот. Вот это, наверное, самое главное. То есть, мы не делаем, в общем, стараемся не делать вещи, которые нам не нравятся. Или, там, не знаю, не общаться с людьми, которые нам не нравятся. О! А это, ну, есть такая тема? Ну, то есть, вы это уже к этому пришли? То есть, понимание того, что есть люди, с которыми там... Ой, я к этому пришел уже, там, не знаю, пару десятков лет назад. А расскажи... Ну, мы из России уехали, наверное. Ну, то есть, да, я не вижу, если мне не нравится человек, какой-то причиной, чтобы я продолжил с ним общение какое-то... Ну, это не значит, что ты должен поругаться. Ты просто... Нет, я понимаю, да. Ты там можешь общаться, а можешь не общаться. И вам или комфортно вместе, или некомфортно. Нет, просто Руслан сейчас, и Руслан, там, 10 лет назад, это два совершенно разных человека. Почему? Ну, я думаю, что мы очень сильно прокачали вот это умение говорить, общаться на разные темы, в том числе с практически незнакомыми людьми, потому что у нас, по сути, экспертиза в такой теме, которая очень многим людям интересна, даже тем, кто не пьет алкоголь. То есть, пиво – это такая народная тема, как погода практически. Можно поговорить с кем угодно о пиве. Ну, и плюс, как бы, если бы вы не прокачались в общении с незнакомыми людьми, вряд ли у вас бы сейчас сварился бы пивовар свой, потому что вы бы не продали то количество пива, которое вы продавали, и так далее, и так далее, и так далее. Смотри, когда мы открыли пивотеку, мы не умели с людьми особенно общаться. Я же говорю, что это всё привело. То есть, у нас была ситуация следующая. У нас есть несколько палец с пивом, и совершенно нет денег. То есть, нам очень нужно продать. Есть вариант – либо продать, либо забухать. Точно. Но, как бы, кушать-то хочется, и за квартиру надо заплатить, и что-то дальше делать надо. Поэтому мотивация голодного человека, она всегда выше, чем мотивация сытого. Ну, вот, да, я описываю нашу ситуацию. То есть, мы снимаем помещение под пивотеку не потому, что у нас был сон, мечта сделать пивотеку, а потому что мы привезли пиво, и никто его не хочет покупать из баров, потому что все понимают, что сейчас вырастет какой-то новый конкурент. Нас просто отфутболивают из всех баров и говорят, нам не нужно ваше пиво, там, в двух часах передо мной просто вот так закрыли дверь. Когда я пришла к ним с прайс-местом на третий раз, чтобы вот хоть с кем-то поговорить. Поэтому это была, скорее, ситуация безысходности. Когда в такой ситуации находишься, ты берёшь и работаешь. Конечно же, мы не были прям вот первопроходцами в чём-то. То есть, мы просто начали делать что-то, чего не делали другие люди. И я думаю, что как раз сочетание двух факторов, то, что у нас было в предложении, то, чего не было у других, и плюс наше желание совершенно горячее рассказать об этом, оно как раз и привело к тому, что мы видим сейчас, что вокруг нас стали собираться люди, которые всё это пробовали, которые нас слушали и говорили «да, ещё, ещё». Помогло ещё, конечно, то, что когда искренне увлечён и пытаешься другим это тоже навязать, рассказать, и все видят, как у тебя горят глаза, то тоже немножко… То это помогает очень сильно. Помните ли тот день, когда было принято вот это вот решение, что надо ехать, там, дул северный ветер. Я смотрел вдаль. Нет, это был, мне кажется, Челябинский январь. Это какой? Что такое Челябинский январь? Челябинский январь – это небо зелёного цвета, например. То есть абсолютно там все цвета радуги в закате ты видишь. Это не как в Норвегии вот все ездят смотреть? Нет, нет, это просто там ЧМЗ, ЧТЗ и вот прочие З-заводы, они давали совершенно непередаваемую цветовые реакции в атмосферу. И мы прожили тогда в Челябинске пару лет и, сидя на кухне, поняли, что, работая на кухне, уже удалённо мы работали, но, в общем-то, было неважно, где работать. И мы подумали, что надо куда-то поехать. И решили поехать в Чехию, потому что в Чехии вкусное пиво. И на Че? В Челябинск? Да, ну, это совпадение. Мы оформили документы удалённые и поехали. Это какой год был? Это был 2008 год. Ой, так вы ещё и приехали, когда приезд в Чехию не был мейнстримом. Мне кажется, тогда это уже был мейнстримом, да, среди, не знаю, веб-мастеров каких-нибудь. Ну, прям веб-мастеров каких-нибудь. Каких-нибудь. Попрошу. Соответственно, вначале мы вообще посмотрели в сторону, например, Юго-Восточной Азии, потому что там тепло. Сидит солнце, и бананы падают прямо в рот. И кокосы сейчас лишь у меня головы. Кокосы мне поосторожнее. Но в таких странах ты будешь чужой просто всю свою оставшуюся жизнь. И поэтому мы решили потом переиграть и посмотреть в сторону Европы. Выбрали Чехию, потому что можно было. Потому что, во-первых, все говорили, что Прага – это один из самых красивых городов в мире. Мы там ни разу не были еще. И по прошествии вот этих лет подтверждается? Да, это подтверждается. Мы сейчас ехали через Ежего, шли, и я говорю Руслану, блин, Прага такая красивая. Я сказала это просто, потому что меня аж переполняет от того, что я вижу каждый день. Поэтому есть на что поглазеть, и за этим, собственно, и приезжают люди. А если говорить… Ну, это понятно, сейчас это звучит уже через сколько там? Уже два… Сколько лет? Двадцать два года? Двенадцать. А, двенадцать. Я лингвистский. Инь яс, если я не согласен, не математик. Вот. Соответственно, двенадцать лет его прошло. Это сейчас звучит. Ну, мы сидели на кухне в Челябинске. Ну, решили вот всё, зелёное небо. Ну, стресс был. Ну, какой-то вот-вот… Пусть Руслан расскажет. Да нет, ну, вообще, родители не поверили. Так, мы приехали, их поставили в известность. Заметься, пусть Руслан расскажет. Продолжай, Руслан, пожалуйста. Мы их поставили в известность, что, в общем-то, решение принято, мы переезжаем, они такие, ну, типа, ну, хотите, переезжайте. А когда через девять месяцев они нас в аэропорту провожали, они такие… Они не пошутили. Не пошутили. Сосерьёзно. Не пожалели. Не. Да, мы как-то любим кардинально менять свою жизнь и делать разные пивоты. Слеподумать. Мы когда сюда ехали, а мы здесь не были ни разу до этого. То есть мы сразу начали, решили, что переезжаем, окей, в Чехию, а там дальше как пойдёт. Валя тоже была здесь на подкасте, она рассказывала, что они с Вадимом поехали из Омска вообще по принципу, ну, мы поехали в Прагу попить пиво, сказали они родителям, они даже не говорили, что они переезжают. И потом, ну, как-то задержались. То есть вот такая… Хорошо, пошло. Потому что из Омска очень сложно уехать в этом проблема, поэтому они даже решили… Притягательный город. Да. Да, да, да. Сложно его покинуть. Как сложились первые годы? Вот что сложное было? Язык учили? Язык учили в пивотеке Бергик. Потому что мы, конечно, сходили на курсы быстрые, супер-мега быстрые курсы, которые помогли, в общем-то, понять «Ахой!» Две пива. Просим. Два чернокозил. У нас было с друзьями первое. Два крат чернокозил просим. Да, это, в общем-то, все, наверное. Хватало этого? Ну, хватало их в баре, конечно. Не, мы просто продолжали заниматься тем же, чем мы занимались. То есть мы переместились из одного города в другой. Открываешь ноутбук и продолжаешь работать. Вы удаленно чем-то занимаетесь. Да, да, да. А когда мы решили открыть пивотеку, тогда уже пришлось достать из загаршника, там, из памяти все основы языка, которые у нас учили, и начать их немедленно применять. Ну, а как у вас сложилось с пивом вообще? То есть вы пили пиво до этого? Закрыли в Прагу, приехали, потому что в России всем было известно в 2008 году, что самое лучшее пиво чешское. Я не пила вообще. Да, Оля не пила пиво. Вообще никакого. В России вообще. То есть она его пробовала, говорила, нет, это невкусно. Спасибо. Тут мятный чаек мы сейчас наливаем. И те, кто смотрит на YouTube, могут понять, насколько у нас тут своя атмосфера и довольно свежо. Тут нельзя межнать. Да, и, соответственно, я-то пиво пил, очень даже любил его и в 2008 году. Но, естественно, в основном лагерь. Классика. Да, поэтому, когда я в Чехию приехал, меня все устроило. Пиво не пил. Действительно, самое лучшее пиво. И везде танк, и везде. А, кстати, вот эти понятия танк, не танк, это позже пришло или сразу ты понимал, знал, что где... Нет, я пиво вообще ничего не знал, только я его пил. Серьезно? Как потребитель, да. И, соответственно, на первые там пару-тройку лет мы ходили по чешским ресторанам, господам, пили чешский лагерь. Черный козел, опять же. Черный козел. Да, сразу пилозенский проздрой. Да. Вот это все. В чьей команде? Гамбринос, проздрой вы где были? Нет, Гамбринос, Старопрамен даже в 2008 году как-то не зашел. Не зашел. И даже Крушовица, как оказалось, уже на самом-то деле не такое вкусное, как было в Челябинске. Не такое королевское пиво, да? Хотя в Челябинске Крушовица очень даже была вкусная. Просто свет. Да, да, да. Это просто оно чешское. Вот. Дорогие слушатели, у нас тут еще один гость нам подтверждает, что в Челябинске действительно Крушовица. Да, это наша новая дочь, она, к счастью, ни разу еще не была в Челябинске. Возможно, даже ни разу не побывает. Начали просто путешествовать везде, потому что ты же в центре Европы, у тебя есть машина, и ты можешь сесть и поехать. и это одна из очень больших, один из самых больших плюсов Чехии, в том числе для меня лично. Ну и вот, соответственно, когда мы начали садиться в машину и везде ездить, после одного путешествия в Бельгию и Голландию выяснилось, что чешский лагер – это не единственное пиво, которое существует. И с первого самого трипа в Голландию, в обоих смыслах, мы вернулись с более чем ста разными видами пива в багажнике, чтобы даже их всех попробовать, там не успело, а каждое пиво еще крепкое, 8-9%, то есть там все, не перепробуешь, пришлось с собой привезти работу, как всегда. Домашку. Да, домашку, именно так. И начали здесь это все дегустировать, выяснили, что у пива бывает столько разных интересных вкусов. Некоторое пиво совершенно не зашло, которое я сейчас, например, очень люблю. И пошел гуглить вообще, почему, как оно делается, почему у пива может быть вкус как у чешского лагера, или как у бельгийского эля, или как у стаута, или вообще как у ламбика, например. И довольно быстро за чтением этой информации решил, что надо еще и попробовать его сварить, потому что вроде все просто. И везде пишут, что да вот, смешал. Кастрюлька, зерно. Классический набор. Как борь, короче, примерно в это же время начал пробовать варить пиво дома. То есть это, наверное, 2010-2011 год. К этому времени выяснилось еще, что в Чехии, в общем-то, существует пара мест, где можно попробовать какое-то пиво еще, кроме чешского лагера. Революционеры есть такие. Да-да-да, пионеры. В числе первых был, например, Майкл Коул, который открыл бар «Зубатый пес». Это англичанин. Да-да-да, известное место. И начал он возить разные интересные сорта из Норвегии, Дании, Шотландии. И я, в общем-то, был постоянным засегдатаем этого места по этой самой причине. И вот. И первые пары пив, которые я сделал, не сильно удались, прямо скажем. Но третье пиво, я уже решил, окей, концентратов что-то не получается, надо взять солод, купить хмель и сварить нормальное, попробовать и в кастрюльке. Купил кастрюльку большую, там, 20 литров, и заказал сода, хмеля. Кастрюлька сейчас где-нибудь висит дома, там, на почетном месте кастрюлик. В подвале валяется в пиоларе. Да, через лет 10 надо на аукцион. Или в Бергике повесить, вот, типа, самая первая. Прислушаюсь. Не буду выбрасывать. Не буду дарить. Вот. История, история, история. Или гивэвэй, можно. Да. На подкасте через 5 лет. Ого. Фингерс-кросс, ты говоришь. С удовольствием, с удовольствием. Так вот, и проблема тоже, конечно, еще и была купить эти ингредиенты, потому что из-за того, что это хобби, опять же, не было развито, в Праге вообще не было никаких магазинов с этим всем. То есть, я собирал по кусочкам что-то где-то на Мораве, значит, что-то вкладно было один из маленьких магазинчиков, где хмель продавали. Вот. И самое первое пиво, которое я сварил прямо из настоящих ингредиентов, получилось очень вкусное. Что, в общем-то, да... Была какая-то дегустация? Ну, как дегустация? Конечно, когда она готова, я открыл бутылочку и продегустировал. И так вот, наконец-то. Я имею в виду, там, сели с семьей, с друзьями или так просто попробовать? Нет, сначала первую бутылочку, конечно, я сам попробовал. Ну, если позовешь друзей, надо быть уверенным, что ты на стол поставишь что-то нормальное. Да, да. Ну, в общем-то, вот это вот третье пиво, наверное, послужило одной из причин, почему мы сегодня здесь собрались. Почему на груди написаны вот эти буквы? Да. Везде написано. Не буду даже попробовать. Хорошо. Этот, как это называется, мерч-мерч-мерч разработан. Сабир. После того, как мы открыли Бергейк, я ношу только мерч. Свой или не свой, но, в общем-то, да. Экономичный. Да-да-да, именно так. Клевое название. Это как ностальгия по дому и пиву как-то родилась. Я потом... Лонг-стори. Лонг-стори. Ну, интересная, наверное. Да, конечно. Промотаем пять лет вперед. Окей. Уже после того, как мы открыли бар, мы начали варить пиво в больших объемах. И сначала у нас было название пивовара Beer Lab. Первая лаборатория. Да. И довольно быстро мы выяснили, не знаю, почему до этого мы не гуглили, что это зарегистрированная торговая марка в Польше. Ну, в общем-то, это была причина, почему мы решили, окей, надо значить новое название. И это была проблема. Потому что мы написали список, гигантский список из названий, там, сто штук примерно. Потому что мы везде там шли, гуляли, ездили, и там, о, такое название, надо записать, надо записать. И там через пару месяцев нас обралось сто штук названий. И из этого нереально выбрать, потому что чем больше выбор, тем сложнее выбирать. Да, да, да. Сами себе яму копали. Но, тем не менее, наш хороший друг и наш дизайнер, который занимается нашими этикетками прекрасными, Якуб Вдовко, предложил такое хорошее название «Сибирия», потому что она в том числе и отражала какую-то нашу историю, что мы там приехали. Пусть на самом деле, конечно, люди из Новосибирска могут меня побить, потому что там Курган-Челябинск это не настоящая еще Сибирь. Но из Праги это уже достаточная Сибирь. Это очень Сибирь. Это Чеховый, думал. Да. Круто. Круто. Красиво. Он придумал, сделал логотип и делает наши этикетки. Очень ему благодарны. А, пой. А, дикоэмэ. Он же по-русски «бугульмэ». Нет, мы с ним не говорим по-русски. Надо. Не надо. Не надо. Как вообще с языком сложилось? Долго был дискомфорт? Но дело в том, что опять перемотаем все назад. Да. Было было. И когда мы открыли пивотеку, мы поставили сначала за прилавок Чеха. Привет, Якуб. Очень известный пивовар. Falcon. И, ну да, он хороший пивовар, но как продавец был так себе, честно скажу. И нам пришлось через некоторое время понять, что надо самим встать за прилавок. Как вы это поняли? Ну, потому что продаж не было. Казалось бы. Да. Зарплату платить продавцу уже нечем. Ага. И поэтому у нас уже был сын двух-трехлетний, сейчас я уже не помню, сколько ему было. И мы с Олей каждый день менялись в пивотеке, каждый день работали сами больше, чем полгода. На тот период ваш чешский, от одного до десяти. Когда мы начали работать, то он был один. По русским меркам, ну не по чешским. Нет, по русским меркам. Ну, то есть никакой барного такого пошиба, две пива, просто ему вот это вот, наверное, все, что мы умели. А лисниц его не сильно умели. Разговорный английский тоже был так себе, потому что у нас, в общем-то, не было опыта в разговорном. Но, во-первых, пиво сближает. Это сближает, да, и, соответственно, ты в пивотеке, к тебе приходят люди, вечером они остаются и с тобой общаются, и очень-очень быстро уровень стал подниматься. И, соответственно, там вот за полгода работы в пивотеке мы по-чешски и по-английски уже говорили нормально. Я думаю, что еще большим плюсом было то, что вы находились на Жишкове и находитесь на Жишкове там, где экспаты и молодежи много, которые этим интересуются. Это не то старшее поколение, которое более консервативное, а наоборот, те, кто сами точно так же приехали и видят, что вы делаете хороший продукт. Ну да, не говорить по-чешски, но вы учитесь. Это не проблема для них была. И, наверное... Да, еще то самое время, когда мы открыли пивотеку, это как раз время, когда эта часть Жишкова, Виноград, начала очень бурно развиваться, вот эта Жишка с подобраться. И как раз там начала наезжать куча экспатов и прочих чехов в том числе, но уровня такого, который может прийти и купить норвежское пиво. А какая вот разбежка была тогда по ценам? Ну, разбег с самого начала был ценовой очень широкий, потому что у нас было привезено несколько полет с пивом из Норвегии, из Дании, но этим же не займешь все полки. А крафтовых пивоваров в Чехии тогда было вот раз-два, и я обчелся. Вот я сейчас почему-то... Кто второй? Кто второй, да. Ну, матушка Антош и Коут нашумая, наверное. Я вот три насчитаю. Еще там Добрушку мы вчера вспомнили какую-то. И что-то... Вот остальное уже... Я не уверен, что Антош уже был. Был Антош, толстый нетопырь, совершенно точно. Большие бутылки, которые стоили совершенно не чешских денег на тот момент. 135 крон за бутылку на все. Пол-литра. 0,7. 0,7, да. Такая бутылка была. А нижняя ценовая категория была там 25 крон за 0,5 чешский средний, такой среднего размера пивового. Куличка. На самом деле, мы когда открылись, к нам зашли... Ну, то есть, это улица, и вообще район Нижегос-Падебрат не был таким, какой он есть сейчас. То есть, там даже Антонинова пекарства не было, она открылась спустя год после того, как мы там открылись. Вы запрыгнули в тот поезд. Ну, и запрыгнули. Там даже поезда не было. Там даже этот вокзал не построили. Вау. Там открылись потом. Антонинова пекарства там открылась. Потом Фочко там перед нами немножко отбилась. То есть, именно... Ну, вот это самое главное. Это поезд. Поезд там, где все стоят. Да, где кто-то мы единственное. То есть, мы не запрыгнули туда, но мы являлись этим поездом. В том числе. Локомотив. Вместе со всеми остальными. Сейчас я короны поправлю. Нет, на самом деле, это очень интересно, потому что даже история даже вот съема помещения. Когда мы вначале приходим посмотреть помещение и совершенно не понимаем, что мы здесь можем сделать, потому что район какой-то дохлый. Помещение страшное. У нас там денег нет на то, чтобы в ремонт вкладываться. Ну, то есть, мы вот просто стоим, там лампочка синяя под потолком висит, и всё так плохо. Включая окно покрашенное белой краской изнутри с прилипшими такими волосинками от паника. Ну, то есть, там надо всё как бы переделывать. И совершенно непонятно, надо нам это или нет. А потом мы попросились через неделю на ещё одну проглитку, и Маклиша назначила проглитку на совершенно не чешское время, на полвосьмого вечера, и опоздала. И мы вечером там стояли и ждали её, и увидели, как люди идут мимо, из метро домой. Вот так вот поток людей, да. И это было единственным решающим фактором, который нас спас в итоге потом, потому что эти проходящие мимо люди. Я вот так вот вставала с пилом в дверях, широко распахнутых. Ну, вот так вот. С дверей. И я просто стояла в дверях, ну, потому что люди-то не заходят, они, ну, новое какое-то странное место, непонятное. И я стояла и улыбалась, и с кем получалось воззрительный контакт наладить, я говорю, заходите, у меня пиво вкусное. И те, кто зашли, уже не выходили, не попробовали. По-холодному продавали. Да, да, потому что каждый, кто зашел, его надо было как маленький росточек так вот окучить, полить пивом, чтобы он в семечко посаженное потом дал свои плоды. А на следующий день он опять зашел. Да, на следующий день он опять зашел. Есть те, кого помните еще с тех времен? Есть даже до сих пор наш первый самый покупатель, к которому мы дружим. И он наш такой. Очень люблю, когда мы с ним встречаемся. Но он до сих пор к нам зашел. Серьезно? Да. Круто. Как-то не принято себя хвалить. Ну. Но я думаю, что в Праге мы один из крупнейших мини-пивоваров на данный момент. И, возможно, только виноградский пивовар может с нами сравниться по объемам производства. И вообще за этот год, который мы... Мы год назад открыли настоящий пивовар в Праге. В смысле мы уже не контрактный пивовар, да? А поясни, что такое контрактный пивовар? Контрактный пивовар – это пивовар, который использует мощности других пивоваров. И, соответственно, первые несколько лет мы работали как такой летающий пивовар. То есть мы летали из одного в другое место. И последние несколько лет строили свой пивовар настоящий здесь, в Праге, в Праге-9. И в январе прошлого года мы официально открылись. Не самый удачный год для открытия пивовара, честно скажу, случился. Но, тем не менее, мы за этот год очень много сделали, очень сильно выросли. Несмотря на то, что, конечно, от нуля расти легко. И да, и сейчас мы занимаемся дистрибуцией как и в Чехии, так и довольно много экспортируем за границу. То есть мы приехали в Чехию и открыли, во-первых, пивный магазин. То есть мы начали пиво импортировать в страну пивную. К нам приходили люди... К нам приходили люди из соседних магазинов в Бирги, после того, как мы открылись, и спрашивали, что вы делаете? Вы максимум здесь на два месяца с таким предложением приехали, продаете какое-то датское пиво или норвежское, с ума сошли. Никто у вас ничего не будет покупать. Обязательно слушайте всегда, когда занимаетесь своим делом, тех, кто приходит. Знатоки вот эти. Да-да-да, зонтагов полно всегда, и всегда все будут давать советы непрошенные. Мы обычно не обращаем внимания. Конечно, были моменты, например, когда ты думаешь, что, может быть, ты занимаешься не тем бизнесом. Но это не синдром самозванца, а какая-то объективная реальность, когда ты начинаешь смотреть в целом циферки, что, может быть, стоило подумать о каком-то другом. Снова открыть. Да, именно так. То есть пиво в речи Чехии довольно сложно из-за местного рынка. То есть, конечно, ты уже упомянул, это местные чешские цены на чешское пиво. Я думаю, что в Европе это самые низкие цены на пиво, которые можно себе только представить. Еще в Польше там тоже так, варка живец, вот эти вот сорта антыцкие, они тоже массовые, которые... Ну, они дороже, чем Чехии... Дороже выходят. Ну, конечно, да. Просто давно уже, да, наверное. То есть, ты здесь в магазине можешь купить бутылку за 9 крон. 8-9 крон, да. То есть, это 30 евроцентов где-то так, да. Ты в Польше не купишь денег, даже живец или что-то там есть. И это первая причина, почему это не самая удачная идея. Да. Вторая причина, это чешское пиво действительно хорошее. Даже за 8-90 крон. Даже за 8-90. И у людей, в общем-то, довольно мало поводов, почему они перестанут пить пилоснорорку и будут пробовать Сибири. То есть, им нужна действительно серьезная мотивация, почему они пиво, которое они любят и пьют всю жизнь, перестали пить. Потому что в Польше люди, которые пьют живец, они его не любят. Ну да. Да. И когда в Польше появляется пинто, то люди, которые пили живец, говорят, наконец-то нормальное пиво у нас появилось. Будем его пить. Ну, в общем, мы пришли на рынок с очень богатой, сложившейся историей. Да. И все рынки в Европе, кроме одного, у которых есть большая, богатая пивная история, примерно похожие и очень сложные для крафтового пива варенья. Это Чехия, Германия, Бельгия. Единственный рынок, который не такой, это Англия. Возможно, из-за того, что там изначально был какой-то более широкий набор элей и много малых пивоварен. Но, возможно, в Европе это единственный рынок, где была традиция пива варенья, который воспринял крафтовую революцию пивную очень позитивно и помог взрывным ростом. А Чехия, Германия и Бельгия в этом отношении очень слабые, медленные рынки плетутся в самом хвосте крафтовой европейской революции. И вы впереди флагом машете. Из-за всех сил. Скажи, а вот уже через годы, после вот этих лет пивоварения работы на пивном рынке, если вдруг кто-то сейчас там смотрит и тоже думает на такой идее, это больше для души или все-таки миллион там на счет положить? Или можно найти баланс и того и другого? Я бы не стал говорить ни о никаких цифрах, но очень много баров закрылось за последние, ну не только за ковидовское время, да и до ковидовское время. Например, ты же с Кириллом общался здесь, да? Но ты наверняка у него спрашивал, почему они все год продержались. Мы не спрашивали, я, кстати, не спрашивал, он просто рассказывал про то, что они варили, открыли и потом закрыли. Да, ну вот надо было спросить, почему закрыли. Ну это очевидно, да? То есть это рынок не только с точки зрения пивоварения очень тяжелый и сложный, но с точки зрения баров. Потому что в баре то же самое пиво разливное за евро можно, в общем-то, найти. В Праге, возможно, уже сложнее за евро найти, но когда мы приехали, почти везде пиво стоило меньше, чем евро. Пол-литр в баре. Соответственно, это бизнес, которому, конечно, я бы не рекомендовал никому делать. И, возможно, сам себе тоже, если бы я сказал себе десятилетнему назад. Серьезно? Да. Выбери что-нибудь другое. И пиво вари себе дома в кастрюльке. Только с собой лежит. Расходы на пиво у меня точно такие же, как расходы сварить пиво. Да. Как расходы в Италии, например, да? Сварить это же самое пиво. Или в Норвегии, да? Но там это пиво стоит 6-7-8 евро. Да. На Крафт там, я помню, что в Риме мы были в нескольких заведениях, там выразительно дороже стоило. Все пивовары в Чехии крайне бедные. Тут практически ни у кого нет... Малые пивовары? Да, да, да. То есть, во всем мире малые пивовары, у них, они хорошо оборудованы, у них есть центрифуги, машины для разлива бутылок, для разлива баночек. Вот такие все вещи. В Чехии, наверное, максимум в малых пивоварах можно сосчитать, там, две центрифуги, пять разливочных линий в бутылке, там, и четыре в банке. Это будет из 800-900 малых пивоваров. Потому что, конечно, за ту цену, за которую некоторые пивовары продают свое пиво или стараются продавать, они не могут себе позволить дальше развиваться, покупать сложное и дорогое оборудование, которое, в общем-то, необходимо иметь в пивоваре. А кто пьет крафт? Ну, в общем-то, это молодой средний класс. От 20 или это больше? Нет, не от 20, 25-40. То есть, это уже кто где-то работает, что-то зарабатывает? Это люди, которые есть деньги. Это люди, те же самые люди, которые пьют хороший кофе, которые едят в ресторанах, и они пьют крафт. И, возможно, еще те же самые люди, которые пьют натуральное вино. То есть, примерно одинаковая категория. Ты из нашей целевой аудитории. Поэтому... Ты дружишь с людьми, которые пьют. Понятно. Слушай, а ты затронул все-таки это страшное слово, которое сплотило весь мир. Год назад она началась, пришла. До сих пор что-то тут за локдаунино, и заведения закрыты, и так далее. Как на вас, как с крафтом было? Люди стали покупать больше бутылочного и баночного пива, очевидно. Но люди перестали ходить в бары, потому что они закрыты. Но у вас два, как бы, два этих... Две позиции закрыты. У вас есть и бар, и магазин. Магазин открыт. Магазин открыт. Ну, тем самым вы еще можете, можно сказать, держать баланс вот этого. Ну, баланс. Баланс чего? Ну, продаж, я имею в виду, что если бы у вас бар закрыт. В магазине, то есть, не скакнули продажи никуда. Не было. Они не перешли из бара в магазин. Ага. Не знаю, кстати, куда они перешли. Возможно, в Роклик, ЦЗ, или куда-нибудь туда. То есть, у вас этот год, если говорить про продажи в магазине, это было как обычно? Я думаю, в среднем, да. Я этот задавал вопрос Паше, который был тоже здесь на подкасте ресторатору, у тебя был ли опыт того, что власти города пытались какие-либо там, власти Чехии, выстраивать диалог с теми, кто занимается обслуживанием, ресторанным бизнесом, и для того, чтобы понять, как с этой ситуацией справляться? Что я могу интересного рассказать про власти, в день локдауна одной из пивотек, не нашу, в одной из пивотек пришли полицейские и сказали, вы должны закрыться, потому что вы не пивотека, а бар. И им пришлось закрыться. Они несколько недель были закрыты. Но сейчас уже открылись, потому что это пивотека, они продают пиво, как магазин. И они все равно после этого уже открылись. Не знаю, если к ним еще раз пришли или нет, но да, видео выкладывали на Facebook. Все рассказывают про то, что в Чехии, в принципе, нормальные законы и нормальные правила по тому, как ты открываешь заведение, как ты ведешь свой бизнес, то есть никто не кошмарит какими-то суперпроверками. И в то же время, когда возникает вот такая серьезная проблемная ситуация, как ковид, казалось бы, ну, так как еще в Чехии вот этот вот огромный рынок еды, то есть особенно в Краге взять, то есть в каждом районе есть еда, и люди привыкли ходить, есть, не дома, будь то завтрак, обед или ужин, с семьей или на работе. То есть вот это же большая культура, это во всяком случае в Беларуси, в Бресте этого точно и не было. И сейчас это вот в таком зародыше. Здесь это уже сто лет люди делают. И в одночасье власти решают закрыть. Они не пришли к какому-то объединению рестораторов, пивоварах или так далее. Давайте, ребят, сядем, подумаем, возьмем там врачей, подумаем, как это может быть сделать. Может, там просто вам поставить два стола, и два человека будут приходить один в одном углу, в другом углу сидеть, и хоть как-то вы будете работать. Ну, и этого не было. Вот для меня вот эта вот загадка, как это может быть, когда в стране вроде все все понимают, что, ну, типа, рестораны нужны, надо их не кошмарить, и они пусть работают и работают, и в то же время ситуация вот такая, и просто на замок, и все. Ну, то, что здесь, в общем-то, само ведение бизнеса, как ты говоришь, тут не кошмарят, это действительно так. То есть тут не ходят постоянно проверки и не требуют от тебя, значит, чтобы натушители сначала висела в правом углу, потом в левом. А потом в двух. Да, потом в двух. Вот. И когда здесь все работало, то есть никаких проверок особых и не было. Но насчет диалога, мне кажется, и диалога не было и раньше, и сейчас, потому что с моей колокольней у местной чешской власти нет вообще никакого особенного диалога с людьми, они там сами по себе что-то делают, какие-то законы принимают. Кто-то их выбирает, тоже для меня удивление. Я за сильно, конечно, не лезу, но просто так, как со стороны наблюдателя, мне очень удивительно, кто выбирает этих людей. Мы приехали в горы, и там хозяин отеля, небольшой такой, три звезды, такой дедуля, мы говорим, что он по паспорту смотрит, о, Брест, Брест-Литовск, вспоминает там Первую мировую войну, подписание мира, такой прям расположил к себе. И вечером я иду в подвал отнести вещи мокрые после катания, он матерится так, что кажется, просто вот сейчас лавина нас накроет. Казалось, что выбрали землю на второй раз. Расскажи, что у нас тут за пиво, вообще, как относится пивное сообщество к тем, таким людям, как я, которые не пьют алкоголь, мы для вас то сумасшедшие, какие-то люди, которые не понимают то, что выпускают в жизни, прекрасный вектар богов. Я пиво очень люблю. Точка. Но опьянения не люблю. Окей. И я был бы сам очень рад, если бы пиво было точно таким же вкусным, но было без алкоголя. Это возможно? Ну, нет. Это невозможно. В целом, в мире происходит сейчас тренд, больше ЗОЖ, и очень многие люди просто перестают пить алкоголь. И в том числе в крафтовом пивоварении есть тоже тенденция начинать делать безалкогольное пиво. То есть, не только крупные пивовары это делают. Сейчас, например, вот ты открыл пиво от пивовара Пинта. Это один из первых крафтовых пивоваров в Польше. А почему тут флаг США? Это просто дань того, что... Потому что, возможно, это американский стиль пива. А, окей. Ай, пи. Ну, пахнет... Прям манго какой-то, цитрус такой. Ну, может, мне нос обманывает. Ай, пи, это пиво сильно охмеленое, и используют хмель американский, у которого запах фруктовый. Очень фруктовый. И, соответственно, это IPA, но безалкоголя. Блин, это вкусно. Вот просто даже так попить. У нас в баре большой запас. Поддержи локального. С удовольствием. С удовольствием. Пока все пьют вино или пиво. То есть, я себе там квас покупаю. И мне прям вот вкусно. И вопрос, почему в Чехии вообще нет? Ну, ты не сталкивался с таким квасом? Да. Нет, в Чехии нет кваса. У них нет традиции питья кваса. Она заканчивается еще до Польши. Ну, то есть, Литва, Прибалтика, и, в общем-то, заканчивается традиция. Но в Прибалтике даже сейчас квас популярен. Я сам там не был. Просто знаю. И чехи пьют пиво. В том числе и детям не стесняются наливать. Но в целом, во всем мире, тренд безалкогольное пиво сейчас очень сильно растет. Больше всего в Америке и Англии. Даже появляются безалкогольные бары. Пивные? Не только пивные, просто бары, где продаются безалкогольные напитки. Безалкогольные коктейли, безалкогольные крепкие напитки. То есть, джинны безалкогольные, вот это все. Такие тоже есть. Серьезно? Да. Просто вот вкус джина, только в нем нет. Вау, вот это круто, потому что ты сейчас прям тыкнул мне в такую болевую точку. Джинн – это, наверное, один из первых алкогольных напитков, который я попробовал, ну, там, кроме вина, водки, пива, вот этого всего. Я помню, какой он был вкусный. Бифитер, причем это был не какой-то, ну, я не знаю, хороший или плохой. Но вот я помню вот этот вкус елки. Я могу прям в голове себе представить, как он. И ты говоришь, что он безалкогольный бывает. Есть, да-да-да, есть безалкогольный. Ты в Чехии уже можешь купить тоже, в том числе. Погугли. Обязательно. Да, и вот в Англии есть уже несколько безалкогольных баров просто. Ты там можешь пиво выпить в безалкогольном, коктейль сделать там, или просто аналог крепкого напитка, так сказать. Безалкогольное вино тоже сейчас есть. Да, безалкогольное вино я покупал в винотеках. И довольно прикольное. Оно, ну, как сказали все мои друзья, которые были в гостях, фу, какая гадость, на что я сказал, прекрасно, мне достойно совсем бутылка, никто не будет со мной конкурировать. Как вообще ты в плане производства, ты можешь объяснить это на пальцах, если не совсем химическими вот этими терминами? Безалкогольное пиво можно производить несколькими способами. Большинство из них довольно технологически сложные и требует больших очень инвестиций. Поэтому до недавнего времени только очень крупные пивовары могли делать безалкогольное пиво. То есть прям сложнее, чем просто пиво сделать? Да, гораздо сложнее. Просто пиво, тебе достаточно кастрюли и пластиковые бочки. И, соответственно, ты можешь делать пиво, например, способом, когда ты варишь обычное пиво, и потом вакуумной дистилляции, из него испаряешь алкоголь. Потом этот алкоголь не при... Хороший пиво так делает. Потом этот алкоголь нужно ещё раз на ректификационной колонне разделить на разные фракции, брать этанол, а остальные спирта добавить обратно. Потому что там очень много вкуса. Вот в этих вот изопропанолах, метанолах, там очень много вкуса, и если его просто весь убрать, тогда оно будет более пустым и невкусным. Поэтому желательно их обратно добавить. Вторая технология – это технология мембранной фильтрации, когда используется специальный тоже очень дорогой фильтр, который фильтрует прямо алкоголь. Когда ты всё это знаешь? Ты учился? Ну, я не знаю. Я 10 лет занимаюсь этим, в смысле, что пиво варю. Да, безалкогольное пиво – технология фильтрации, и технология, которая сейчас позволяет малым пивоварам вроде пинты говорить «безалкогольное пиво», это будет четвёртое. Третья технология, которой пользуются некоторые большие пивовары, это технология остановки ферментации, когда варится слабое сусло, слабое пиво. Да, не дают ему бродить, получается. Да, например, 6% плата. И задают дрожжи. Как только достигается половина процента алкоголя, всё пиво фильтруют и пастеризуют, например, так делать староправно. Потому что эта технология не требует супер-мега-современного дорогого оборудования, достаточно фильтра и пастеризатора, которые в большинстве пивоваров больших есть. Вот, это третья технология. Четвёртая технология, по которой, например, сделано вот это пиво пинта, это использование специального вида дрожжей, который может забраживать только очень простые сахара, фруктозу, сахарозу, глюкозу, и не может забраживать мальтозу. А мальтоза – это основной сахар в пивном сусли. Какая самая вкусная технология из всех этих? Я думаю, что, так как я рассказывал, староправно – это самая невкусная. Для того, чтобы пиво было вкусным, дрожжи должны закончить. Потому что дрожжи в начале своей жизнедеятельности выделяют очень много веществ, которые невкусные. Они их начинают обратно забирать в конце брожения, когда кончился сахар. А, сахар становятся голодными и начинают употреблять вещества, которые не хочется им делать, но надо. Но один из самых хороших – это высокотехнологичные способы радиосфильтрации, первый и второй. Как это узнать, если я прихожу в магазин, где-то это не красиво? Как ты узнаешь? Нет, это технологический процесс, который вообще ты даже не узнаешь, если в пивовар позвонишь. А, окей. Просто никто не скажет. Как делают мне нефильтрованное? Мне всегда казалось, что это… Не фильтруют? Ага. Спасибо. Мне казалось просто, что… Просто ты называешь нефильтрованное пшеничное пиво. Пшеничное пиво. Да. Очень много русскоязычного населения пшеничное пиво называют нефильтрованное. Потому что была Балтика, шестерка, нефильтрованное, пшеничное. Оно шло вот вместе, писалось. И это первое пиво пшеничное, нефильтрованное, которое я попробовал. И мне оно очень понравилось. Оно было вкусное. Я помню еще в баре в Бресте девочка-бармен, я наливаю, она проходила мимо, я такая, вы неправильно наливаете. Я говорю, почему? И она вот это вот покрутила бутылку, объяснила, я такая, вау, вот это, ну, я не знаю, насколько там повлияло на вкус. На вкус очень сильно это повлияло, потому что в пшеничном пиве немецкого стандарта, нефильтрованном. Используется специальный вид дрожжей, который производит вот этот ароматический букет. Это аромат гвоздики, банана, немного цитрусовых, немного жуачек. Как ты все эти штуки запоминаешь? Попробуй. Ну, чисто дегустации. Что именно, а не информация? Нет, 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 вкусы. Ну, ты же попробовал шестерку и запомнил этот вкус. Аромат... Я запомнил, что оно вот такое. То есть у меня там не разложилось оно на гвоздику, жвачку и там то, что ты называл. Понятно, это смесь, но ты все равно понял, что вот это букет пшеничного пива. Ну, приблизительно, да. На самом-то деле, аромат у человека один из самых сильных ощущений, который в мозгу оставляет совершенно несгладимые шрамы. И ты аромат можешь вспомнить даже, который в шесть лет иногда у тебя бабушка, например, духами пользовалась. У меня есть один аромат, у меня духи какие-то были с рынка, такие, знаешь, просто вот оттуда в школе, и вот я помню его, и никогда больше... Ну, в общем, у меня вкусно оттуда, но я никогда больше его не видел, и 100%, если вот поставить 100 ароматов, я его вспомню, вот скажу, вот это он. И, в общем, пиво не фильтрует, потому что этот запах производит дрожжи, в том числе в дрожжах он остается. И если ты их перемешиваешь, добавляешь еще, то ты усиливаешь еще этот аромат, вкус и послевкусие, потому что ты, когда пиво уже выпил, у тебя еще аромат остается на согласии. Что здесь сейчас у нас? Я же везал пиогольное пиво с маракуйей, от польского пивовара. Слушай, поляки крутые? Поляки крутые. Они круче из Чехов? Круче Чехов? Это что, рынок больше? Чешт. Чешт. Вы знаете по-польскому? Барзе добрый язык. Барзе добрый. Барзе добрый язык. Барзе доброе пиво. Ой, слушай, маракуйя прям, ну. Конечно, пивной рынок больше, он крупнее чешского пива. Это вкус как раз. Ну, блин, это сок. Газированный. Просто вкусное, газированное. Почему это пиво? Это пиво, в которое добавили пюре маракуйи. Хорошо. Зачем мне покупать пиво с пюре маракуйи и не покупать банку сока, например? Вот если брать калорийность, не знаю, пользу и так далее, чем это будет отличаться? Тут, конечно, меньше сахара гораздо, чем в банке. Меньше сахара? Да, существенно. А по микроэлементам? Все-таки это пиво, да, соответственно, там произошло просто дрожжение и все вот эти вот витаминчики. И оно не фильтрованное, кстати говоря, поэтому там остались все эти дрожжи и микроэлементы, и витамины из этих дрожжей в том числе. Но пюре маракуйи или хмель вот в этом пиве, они, конечно, помогают маскировать то, что это безалкогольное пиво, потому что все равно добавляют вкус. Да, по вкусу безалкогольное пиво отличается существенно от алкогольного. И это заметно. А если добавить маракуйи, оно будет как кислое алкогольное пиво по вкусу. Я просто почему спрашиваю, ну, знаешь, как резонный вопрос, ну, для меня это резонный вопрос, банк сколько стоит такая? Сто крон. Сто крон. Ну, то есть пол-литра за сто крон или там за сто крон что там у нас, ну, что-то можно за сто крон купить, там, литр сока, наверное, такого-то и так далее. Я просто спрашиваю в том, ну, в чем разница. Мне-то понятно, то есть мне очень вкусно, я пойду покупать. Вот человеку, который с этим не сталкивался. Вот в чем вопрос. Ну, типа, окей, это как газировочка. Ну, вот фанта, да, человек, который вообще не знает. Нет, фанта это просто водичка с ароматизатором. Зачем ее покупать? Смысл нет. Ну, с сахаром она еще есть, там, с кислотой добавленной, но неважно. Но как раз фанту никакого смысла нет покупать, но если хочешь купить сок, можешь купить сок, смешать его с биром, и будет тоже прикольно. Просто это заранее смешанный. Да, да. И в красивые баночки. Да. Красивые баночки. И у хороших ребят. Угу. И помогаем, мыаем бизнес. Это так, это точно. Можно ли прийти не в ваше заведение и попить пиво вашего бренда? Конечно. Мы очень, то есть, в Чехии и в Праге? В Чехии и в Праге, да и в Польше тоже, может. Серьезно? Да, у нас экспортный рынок сейчас довольно крупный. Ну, я же сказал, что мы сейчас по объемам один из крупнейших мини-пивоаров в Праге. И объемы, она довольно большая, и, соответственно, мы в Пергике это продается 20-я часть. Ага, то есть, больше, когда у вас, это вот с открытием пивоара у вас продавцовало? с открытием пивоара у нас появилась возможность варить, потому что, когда ты туда-сюда прыгаешь, во-первых, ты хочешь варить только в хороший пивоар, меня туда пускали одного из последних, потому что у нас какие-то налаженные отношения. Но их мало хороших пивоаров, и у них для самих себя не хватает места, и поэтому последний год, 2019-й, был сложным из-за того, что мы не могли найти место, где сварить пиво. Для того, чтобы открыть пивоар, вы искали инвестиции или вы заработали уже денег на это дело? Мы не привлекали сторонних инвестиций. Возможно, поэтому мы очень долго открывались, и, конечно, инвестиции обычно помогают ускорить все процессы. То есть, вы все самостоятельно? Да, мы половину оборудования сделали самостоятельно. Круто. Пришлось научиться сварочному делу. Серьезно? Да, мой партнер Роман вообще программист, он полностью всю систему автоматизации написал и так далее. То есть, мы там, конечно, поработали. То есть, мы два года работали нон-стоп в пивоаре сами вдвоем с помощником еще и сделали пивоар. Ютубчик или книжки или все вместе? Ну, некогда было. Нет, я имею в виду информацию, где брали, учились. То есть, как делать? Свою тубчик? Как делать пивоар? Нет, это понятно. Ну, как сварки я учился, конечно, ютубчик сильно помог, потому что это вещь, которую нужно смотреть. По книжкам сварки, я думаю, не научиться. в основном ютубчик, наверное. Было открытие какое-то официальное? Бара? Да. Бара было, конечно. Расскажите про этот день. Это крутой день был вообще. Очередь стояла на улице, почти что загибалась за дом. Не за дом, но до дверей стояла. На самом деле, с открытием бара, то есть, в баре это был такой логический шаг, следующий после пивотеки, потому что мы вот открыли пивотеку, у нас поработал вот Якуб Фалькон, потом я уже не стала ходить скрипеть дверями, но он ушел, потому что его предложили работать, то есть, он учился на пивовару, на сладоке, и ему предложили работу в пивоваре Бернард, работать, позиция называлась «Развоевый сладок», или как-то так. То есть, он должен был придумывать новые сорта пивотеки. Кто пивовар? Кто? Бернард? Да. В любом случае, не знаю про алкогольное, но безалкогольных у них вишня, швестка, янтарь. Блин, вообще, для меня это тоже было. Вау, столько всего. И нигде нету. Ну, то есть, это надо прямо где-то найти. Все, что я знаю, где есть. Я тоже знаю. И он ушел, и мы, собственно, поняли, что следующего работника мы уже не тянем, поэтому сами встаем за бар. И вот там, не знаю, с июня по февраль мы вот сменяли друг друга, просто каждый день работали. Мы очень общались с людьми, и когда сообщили всем, что окей, мы вот открываем бар, тут вот недалеко, примерно с мая, когда у меня спрашивали, ну что, когда? Я говорю, через две недели открываемся. Причем, я каждый раз была абсолютно уверена, что все мы через две недели все доделаем. Но люди были уже настолько... Post-pone, post-pone. А эти люди уже были настолько подогретые, что к дню открытия, когда в октябре... В октябре, с второго или четвертого. С мая по октябрь. Да, то есть мы с мая по октябрь, мы уже вот, ну как бы, и мы хотели открыться, и люди ждали, и уже все были просто настолько горячие, что в день открытия реально было, был иншлаг, и было, конечно, ясно, что бар пустовать не будет, потому что туда пойдут и многие люди, которые к нам ходили в пивотеку, которые туда физически не входили просто, потому что там вечерами набивалось народу, и что встать негде, потому что пиво вкусное, там у нас четыре крана было, вот в этом маленьком помещении и много бутылок, ту сообщение. Поэтому было ясно, что они переместятся в бар, с комфортом разместятся, позовут своих друзей, и, соответственно, в первый день было весело, было много народу. Нам написали в отзывах, что у нас светло, как в морге и синие стены. В общем, было много разных отзывов. Хороших больше, конечно. А если плохие? Ну, плохие отзывы, что стены синий, свет белый и очень ярко. А, ну, то есть, мы выключили. Мы думали, что должно быть светло, чтобы было видно цвет пива, же надо было вот это вот смотреть на свет. Адапт сделать. Конечно, патогенично, чтобы было, но выяснилось, что нет, людям комфортнее пить, в более приглушённом свете. Интим. Интим такой. Мы придерживаемся того принципа, что те деньги, которые мы можем потратить на рекламу, мы их лучше потратим в улучшение того, что есть. Мы привезём более интересное пиво, мы там, не знаю, поменяем освещение, мы там что-нибудь накопим на холодильнике, например, и поменяем все полки на холодильнике. То есть, таким вот образом инвестируем какие-то заработанные деньги, вместо того, чтобы их в рекламу вкладывать. А расчёт на то, что тот человек, которому понравилось, он пойдёт и расскажет своим друзьям. И это оправдывает. Работает. Работает. Это потому, что у вас ниша такая, что, так сказать, у вас довольно узкий профиль людей, которые к вам приходят. Ну, его можно описать условно там тремя предложениями. Я думаю, что нет. Здесь дело не в том, что мы работаем в дефицитной нише, а в том, что когда я, например, прихожу в пивотеку, и там люди заходят, посетители, я всегда с каждым разговариваю. И этого же требует, например, от барменов, которые работают у нас. Мы требуем от них, чтобы они знали о пиве, и чтобы они о нём могли интересно, доступно и с жаром рассказать людям. Это самое главное. И люди идут вот за этим. Да, я согласен. Я по себе знаю, как найти в Чехии людей. Я думаю, что вы сталкивались с тем... Это практически невозможно. Ну-ка расскажите, где вы их нашли, этих людей, потому что очень много слышат, да и сам тоже по заведению. Они, конечно же, меняются, и бывают более удачные периоды, менее удачные периоды, потому что, например, до коронавируса было экстремально тяжело найти хороших людей, и очень много времени, конечно же, нужно посвящать для того, чтобы их в правильное русло направить, чтобы они... Обучиться. Да, обучить. Сейчас особенно искать не приходится, но, например, у меня была ситуация в начале карантина, когда человек в воскресенье вечером в разговоре сказал, ой, я завтра на работу не приду. Чего? Да. Страшно мне. И мне пришлось очень быстро вместо него искать другого, и вот тогда на объявление откликнулось 200 человек в течение очень большого количества, очень маленького количества времени, но, конечно же, это были не те люди, которых можно поставить. Это наше первое место, это место, с которого всё начиналось, и это в очень большой степени представляет наше личное видение, то, каким должен быть Бергик. Флагман. Точно. Вот, поэтому там я хожу и тренирую ребят, рассказывая о пиве так, как надо. В другие деревни планируете ехать? Из Жижкова, там, Виноградов, на Халишовице, куда-нибудь, или у вас пока вот это два, две точки? Если будет помещение, от которого невозможно отказаться, то да, а так нет. Вот, поэтому, ну, мы присматриваем, но сейчас мы очень хорошо понимаем, что мы хотим, вот это помещение, какое оно должно быть. Это будет что-то большое или в таком же формате, как сейчас есть? Я пока не нашла это помещение идеальное, поэтому пока ничего не будет. Понятно, понятно. А дальше? Праге или Чехия? Ну, мы решили сосредоточиться на пивоварении, вот, поэтому Руслан с головой ушёл в проект пивоваренный. Пока ты выходила у меня тут. Я слышала, там это интересно. У меня голова стала очень-очень большая. В виде такой пены. Да, вообще, да. Я сегодня спать очень крепко буду. Такая информация. Но, нет, я сейчас занимаюсь интернет-магазином, его развитием, чтобы он тоже был на должном уровне, на таком же, как пивотека. Ну, я думаю, что сейчас было бы интересно поддерживать вот эту уникальность ассортимента, и там у нас сейчас вот началось... Начались импорты новые, очень интересные. Я прямо предвкушаю, что у нас нового приедет в течение следующих пары месяцев. Самое интересное, что меня очень вдохновляет лично, это то, что дегустируя там разное пиво, ты можешь пробовать, не знаю, это машина времени и такое путешествие по всему миру, буквально не выходя из-за стола. То есть, можно через... Как стелет, как стелет, красиво ты! Через 10 лет, как вы увидите, что будет вообще с крафтом? Я думаю, что что-то, конечно же, изменится, потому что если... То есть, у нас сейчас уже есть ретроспектива, мы можем сравнить, какие сорта были популярны 10 лет назад, 20 лет назад, и, конечно же, развитие есть, изменение вкусов потребителей. Каждый год появляются новые сорта пива, и сразу улетают наверх некоторые спадывают, некоторые нет. Но в целом, крафтовый рынок Квасион Мюр все еще развивается гигантскими шагами. В последние два года безалкогольное пиво очень сильно выстрелило. Чехия, она немножко в хвосте плетет. Ну, если бать... Популярно фруктовое пиво очень сильно, как с пешн-фрутом или с манго, например. Я, например, в Англии я сейчас готовлю оттуда новый бач пива, и там очень много суперлегких пив, так называемый там small, pale, или не это называют, как small, маленький. То есть, или микро, pale, или микро-IPA. Это объем алкоголя очень низкий, там 2,5-3 градуса. Суперлегкое пиво, которое при этом там есть достаточно для того, чтобы почувствовать человеческим носом вкусовыми, ну, почувствовать языком вкус спирта. То есть, оно как бы, оно дает вот этот комплексный вкус пивной, но при этом там очень мало алкоголя. 2 градуса, например. То есть, попробовал и не прибухнул. Точно. Я пробовала у Русланы на пивоваре, у них, они варят там маленькие 30-литровые варки экспериментальные вот такого легкого пива, и это очень вкусно. То есть, это другой вкус, не такой, как у безалкогольного, он ближе к настоящему пивному вкусу. Но при этом ты можешь выпить 0,3, и, ну, это там 6 грамм спирта. Смотрите на рынок, или вы все-таки изобретаете что-то свое и хотите удивить? Мы варим для людей, поэтому, конечно, очень важно понимать, что бы хотел выпить твой покупатель. и, соответственно, мы обращаем внимание на современные тенденции и на то, что больше нравится нашим покупателям, в том числе из-за того, что у нас уже есть. Да, мы год проработали, очень много разных сортов сварили, и картинка какая-то вырисовывается, и можно ее экстраполировать там на следующий вар. А кто работает, кстати? Это чехи, русские? Как у вас есть? У нас интернациональные команды. Я иногда, когда думаю об этом, что 20 человек условно мы кормим и работаем, даем, и вот это все, то это, наверное, самая сложно осознаваемая мысль. Потому что до сих пор кажется, ты просто берешь и делаешь. Делай. Хорошо. Делай, хорошо будет, да. Да. Слушал бы и слушал. Спасибо большое. Спасибо большое. Да. Спасибо. 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 Спасибо.